Как помочь мужу справиться с жадностью к деньгам, если он сам сознаёт это и страдает? Жадность не бывает у одного человека в семье. Она бывает двойной всегда. Есть мужская жадность и женская жадность. Они разные. Если у мужчины к деньгам жадность, у женщины может быть жадность к отношениям, допустим. Она может мучить отношениями человека. В вашем случае, если вы хотите конкретного ответа, поднимите руку, я скажу, какая у вас жадность. Это не сложно сделать. Есть человек? Есть. То есть, это вы мужчина написали, да? А где женщина? Нет, нет, это записка про жадность, если девушка говорит молодому человеку. А. А, нет. Как помочь мужу справиться с жадностью? А? Вы, да? У вас жадность к близким отношениям очень сильно выражена. Вы мучаете мужа желания, внимания. Так или нет? Так. Это тоже жадность. То есть, как вам помочь в этом? Вот у вас есть такая жадность. Как вам помочь? Не знает? Так же ему невозможно помочь. Жадность — это нехватка счастья. У каждого своя жадность в этом мире. У всех есть жадность. Она просто у всех разная. У кого-то в одном направлении, у другого в другом. Ну, допустим, ко мне сегодня пришла девушка на консультацию. Я там познакомствовал несколько консультаций в день. Она не может остановиться и хочется кушать постоянно. Причина заключается в том, что она не замужем. Когда она выйдет замуж, эта энергия, та же самая энергия, которая заставляет ее переедать, она уйдет в отношения, потом в зачатие ребенка, и она избавится от этой болезни. Жадность означает... Жадность — это желание любви. И если человек не имеет духовной силы, чем больше у нас духовных отношений с Богом, тем меньше проблем с этой жизнью. Каких-то вообще проблем. Потому что все проблемы означают просто, что энергия не туда пошла. Мы не должны в этом мире слишком много хотеть вообще в целом. Но мы хотим, потому что человек не может жить без любви и без желания. Просто желания, и они идут или в духовную сферу, или в материальную, одно из двух. Если человек развивает духовную сферу, он в материальном плане успокаивается. Это не значит, что он становится таким инфантильным человеком в материальном плане, что ему не нужно денег, работать, живет как трутень. Нет, успокаивается означает, что он живет спокойно. У него нет каких-то излишеств, чрезмерного, ничего ему не надо. Это признак того, что духовной силы у него очень много. Иначе человек не может быть в гармонии с самим собой без духовной силы. Жадность у мужа означает вашу жадность. Вот и все. У вас в одном жадность, у него в другом. И это означает просто ваше несовершенство. Что делать? Простить мужа. Понять, что это признак его несовершенства. У вас есть свое несовершенство. Вы его принимаете в своей жизни. Вам нормально от него. Так же ему от его несовершенства нормально. Таймите это. Каждый человек очень сильно заточен на себя в жизни. Ему очень трудно понять другого. Но если вы не будете пытаться это сделать, у вас не будет счастья в жизни. Вы услышали меня? Но повышайте духовный уровень семьи. Больше думайте о Боге. Читайте духовные литературы. Смотрите нравственные фильмы. Постепенно вы почувствуете облегчение. Веда говорится, что духовное знание гасит вот эти страсти материальной жизни, как дождь гасит лесной пожар. Пока дождя нет, лесной пожар может тут сильно разгораться. Достаточно одного ливня, и он полностью может загасить весь огромный лесной пожар. Понятно, да? Точно так же, как дождь гасит лесной пожар, так и ваше усилие в сторону духовного развития погасит ваши вот эти страсти, эти излишества, которые всегда очень больно отражаются друг на друге. Люди в страсти, они очень мучаются в отношениях, потому что отношения безудержные. Есть какие-то безудержные идеи, желания в сердце, которые невозможно остановить. Люди в благости живут в гармонии, потому что все их излишества уходят в духовную жизнь. А люди в невежестве, они вообще не могут жить вместе. У них не бывает семей. Они могут мучиться просто друг с другом, но не жить. Понятно, да?